Всем привет! Я Алексей Загревельный. Вы находитесь на моем канале. Я вас всех категорически приветствую. За время мастер-классов, которые я тарабанил за 10 часов подряд, это было, по-моему, то ли 7 мастер-классов, то ли больше, я создал множество в обе гус, но только в 4 из них я посадил растения. Дальше была неприятная история. Дело в том, что посадить-то я их посадил и привез домой на старую квартиру с целью поместить в тепличку. Однако, получилась такая ситуация, что в тепличках просто тупо не оказалось места. И они у меня в пластиковом ведерке, без подсветки, друг на друга в повалтке, провели еще целую неделю, прежде чем я привез их сюда. И здесь я организовал для них отдельные теплички на подоконнике. Да-да, они у меня содержатся на подоконнике, без подсветки, просто там в небольшом количестве воды. Ну, давайте я подробно покажу, что из них выросло и как вообще я их содержу. Итак, ну, как вы видите, это обрезанная 5-литровая бутыль, который еще дополнительно по одному отверстию проделанным паяльником для вентиляции. Ну-ка, сейчас, опа, открыл. Значит, это Вабикуса, созданный по патенту Амана. Это мастер-класс номер 2. Как вы видите, краснеют листики у лимонечка. Это от восточного солнца на подоконнике. Вот она, боковка, вытянулась, да, потому что без подсветки дополнительной. Зимнее солнышко еще пока что тускленькое. Вот его мало, растений не хватает. Вот они вытянулись. Это без подсветки, ребят. Вот, в чистом виде, как есть. Вот. Просто на подоконнике камушки, которые вы видите там на дне. Сейчас достану. Вот. Это для того, чтобы просто выровнять дно бутылки, потому что здесь вот есть выемка, которая выпуклая. Да и чтобы вебикус не заваливался влево-вправо, приходится вот так вот сгоряться. Вот. Ну, боковка вообще неприхотливое растение. То есть оно пережило вот эту вот темноту в течение целой недели. Без подсветки, как я уже сказал. Просто валялись вебикусы друг на друге. Но часть растений, кстати говоря, сгнила. Не в этой вебикусе, в другой. Сейчас покажу. Ладно, потом закрою. Так, отставлю в сторону. Так, в том же мастер-классе, номер два, к патенту Амана, мы создавали еще вот эту вебикусу. Здесь тоже бакопа. Открывайся. Ох, как плотно тут все. Вот, что мне нравится. Сеткой. Здесь растений не оказалось вообще с этой стороны. Все сползло, видать. А может сгнило, кстати говоря. Ну, корешочки, вот, по крайней мере, то, что бакопа пустила, вот здесь они присутствуют. Не знаю, видно, нет. Беленькие такие, сквозь сетку видны. Вот. Вот кто-то говорил, что они не прорастут сквозь фатин. Ну, вот они проросли сквозь фатин. Вот даже вот стебель идет. Раз, побег. Сейчас поближе покажу. Так. Раз, побег. Вот он идет из этого же стебля. Два, побег. И вот еще три побег. Маленький такой. Вот. Все они растут из узлов. То есть, три узла подряд. Раз, два и три. И с каждого побег. И с каждого побег пророс сквозь фатин. То есть, говорить, что фатин неподходящий, здесь не приходится. Ну, конечно, потом со стрижкой придется тут разращивать через скоба. Вот. Но сразу скажу. Люди говорят. Вот если, допустим, сравнивать с предыдущей. Вобегусы. У которой на скоба, да. Вот она там шикарно разрослась. Потому что на скобах, если на скобах брать и не брать на фатине. Зачем вообще этот фатин нужен? Ребята, есть, допустим, такие животные, как креветки. И они просто мох начнут дербанить у вас по кусочкам, разносить по аквариуму. Могут не разносить, если это неинтересно. А если им голодно, то могут и выдирать его. Фатин не даст такому случиться. Просто-напросто. Поэтому здесь все по ситуации. То есть, нужно вам с сеткой берите фатин. Хотите что-то покрупнее, берите более крупные ячейки, пожалуйста. Но чем крупнее ячейка, тем проще улиткам вытащить мох. Так. Мастер-класс 3. Где мы опробовали, это маховая гидроподная вебикуса, если кто помнит. Вот, шок вебикус, как я ее называл. Так, блин, как я флор, даже как бутылки-то закрыл. И, ох, так как. Вот она. Что я могу сказать. Смотрите, вот денежник. Прорастает сквозь фатин. Вот проросло сколько уже. Вот, вот еще прорастают. Еще прорастают побеги. Денежник весьма неприхотливый, кстати говоря. Он для настебелька. То есть, хотите, вот как у меня, у хинама есть. Я просто на скобу посадил денежник. И уехал, залил воды и уехал на неделю. И когда вода вся испарилась, там осталось буквально на донышке сантиметра. Денежник уже дал побеги, которые уже были готовы к надводному, то бишь, местному содержанию. То есть, вот, пожалуйста. Это все буду подстригать, естественно. Но не в эти выходные, в следующие. И вот еще будет мастер-класс под номером, какой-нибудь там, шестой. Вот, по счету он еще не опубликован. Вот, ну, я покажу. Здесь много было старогина Портоверию. Вот, и он сгнил. Он сгнил, поскольку на этой, какие-то, на этой вебекусе много чего лежало за других вебекус, когда они еще в ведерке в темноте тусовались. Вот, Портоверию это очень не понравилось. И вот, крупный, самый крупный из черенков. Вот он живой. Он укоренился уже давно. Вот этот еще жив, он дал маленькую-масенькую деточку. Я ему в основании листика сейчас отодвину. Листик вот такая, как рохотулечка, просто там мусипусечка. Вот. Здесь еще что у нас? Черенок Бакопы. Что-то я не помню, сажал я такой или нет. Вот. Был, был крохотный, по-моему, денежник, а что ли? Или это Бакопа была? Ну-ка сейчас проверю. Нет, это, это был денежник. Там, один узелочек просто там отрезал, посадил. Но он сгнил, видать, когда валялись. Просто много чего погнило. И вот она, Людвигия, стебли на скобы крепились сбоку, тоже сгнила. И вот здесь вот стебель Людвигии сгнил. То есть им, конечно, под светом надо стоять, стоять надводно. Для того, чтобы... Ну, потом подсажу, потом подсажу. Точно так же на скобы подсажу, вот как и здесь планировалось. И здесь под нитки просто задвину, еще портовыли, вот, то, что будет. Так, и лимончик, уже вот румяненький такой, румяненький прям. Весь на солнышке хорошо такой подрумянился. Вот. Так что, вот, напишу в... Посчитаю, сколько дней проекту. Вот. Посмотрю, когда я снимал, сами мастер-классы. И отсчитаю до сегодняшнего числа. Вот. И в заголовке напишу, сколько дней этим вебикусам уже. По-моему, в январе я снимал. Вот. То есть вы хотели увидеть, как на данный момент вебикусы выглядят. Пожалуйста. Я показал, мне не жалко. Но их все четыре я себе не буду оставлять. То есть я какую-то выберу одну. Досажу к ней растение по вкусу. И какой-нибудь вазончик поставлю на подоконнике. Потому что, ну, у меня очень много орхидеи. И они тоже место занимают. И это тоже мое хобби. Не только вот там вебикусы и кокедамы расставлять. И кокедам несколько будет. И одна вебикуса вот оставлю для красоты. Вот остальное все орхидеи, орхидеи, орхидеи. И цветочные композиции. Вот. Ну, а я с вами прощаюсь. Ну, и всем пока. Хорошего настроения, ребят.